Приготовьте чай, садитесь поудобнее. Сегодня будет интересно, потому что, как и каждый понедельник, мы расскажем вам самые крутые новости настольных игр за прошедшую неделю и на будущее. Итак, всем привет! С вами Юра, вы смотрите Geek Media. Не буду долго отвлекать ваше внимание, и мы переходим сразу к новостям зарубежных издателей. На прошедшей выставке Gen Con Fantasy Fight Games показали обложку второго акта для нового Десцента. Раскрывать, что в нем ждет, они не стали, но на обложке изображен повелитель нежити Вайкар Бессмертный из вселенной Теренот. Авалон Хилл анонсировали игру по вселенной Подземелий и Драконов, которая будет называться The Yearning Portal. Это название знаковой в мире забытых королевств таверны, которая построена прямо над колодцем, который является входом в одно из самых опасных подземелий этого мира. Искатели приключений со всего света собираются там, чтобы отдохнуть перед вылазкой за сокровищами или просто провести время в хорошей компании. В настольной игре вы будете стараться угодить постояльцам и заработать как можно больше денег и чаевых, выполняя их заказы. Но все это было бы не так интересно, если бы вы не могли использовать зелья и всякие хитрости в своем непростом деле. Fantasy Flight Games анонсировали новую карточную игру на колодостроительной механике по вселенной Звездных войн. Это будет неживая карточная игра, как мы привыкли видеть в последнее время от этого издателя. По крупицам информации удалось собрать, что это игра для двух игроков и фокусом в ней будет сражение двух персонажей друг с другом. В следующем году выйдет игра Life of the Amazonia. Это стратегическая игра на размещение красивых миплов животных с механиками постройки мешка и выполнения целей. Игроки будут создавать и населять животными свои собственные джунгли, а в джунглях будет необходимо разместить различные живые существа, принимая во внимание каждую уникальную характеристику растений и животных и их взаимодействия друг с другом. Всех поклонников Властелина колец и любителей пятой редакции системы D20 ждут отличные новости. В следующем году выйдет настольная ролевая игра Властелин колец по, соответственно, D20. Если вы не знаете, это система, на которой основана последняя редакция Dungeons & Dragons. Обещают уже две книги, это будет базовая книга и книга приключений вшире. В следующем году нас также ждет кооперативное приключение на Евродвижке и называться оно будет Мид Халла. Викинги и Фэнтези смешались в игре при борьбу с демоническими сущностями и защиту своей деревни. В игре будет кампания с разветвляющим сюжетом, что позволит переигрывать ее несколько раз. От издательства Bombix выйдет новая игра на механике Flip'n'Ride, которая будет называться Look at the Stars. Это значит, что вы будете вскрывать карту, на ней будет что-то указано и вы будете зарисовать это у себя на планшете. Интересно то, что рисовать вы будете на темных планшетах светлыми маркерами или карандашами и рисовать вы будете созвездия и падающие звезды, а в итоге почитайте за них победные очки. В игре Empire's End, которая выйдет в следующем году, очень необычная идея. Каждый игрок начнет управлять империей в полном расцвете ее сил и величия. Это игра на построение движка и планирование. С определенной периодичностью игрокам будут приходить беды и каждый будет делать ставку на то, чтобы беда пришла именно не к нему. Это будут пожары, голод, набеги варваров и многие другие. Игрок с наименьшей ставкой получит себе гору проблем, но его люди станут мудрее, выжив в этой катастрофе. И это будет выражаться в том, что он заберет себе все ресурсы, которые поставили другие игроки. Цель игры не потерять свою цивилизацию. Я надеюсь, вы все обратили внимание на то, что компания Meeple House, кроме того, что делают крутые органайзеры для настольных игр и делает так, чтобы ваши игры быстрее раскладывались и складывались, и при этом в процессе вы получали больше удовольствия за счет того, что ваши компоненты не летают по столу и бегают как угодно, сделали клевый Dice Tower. Это башня для губов. Сейчас я вам ее покажу. Посмотреть только на эту красоту. Штука сделана под дерево. В ней приятные пластиковые вставочки и, конечно же, логотипы Meeple House. Крышка снимается и является блюдечком, который выставляется вот сюда. Прикольная штука в том, что видите, вот здесь пластиковая прозрачная вставочка. Она сделана для того, чтобы когда вы бросили кубики, вы видели с любого угла, что там находится и какими гранями они выпали. Потом он может просто взять эту штуку и спокойно передать ее кому-то, кто будет пользоваться этими кубиками. А еще здесь внутри войлочные вставочки, и за счет этого ваши кубики не будут греметь, сколько бы вы их туда не бросали. А с новостями кикстартера уже третью неделю вас будет знакомить Чешир. Погнали! И снова привет! Недолго еще осталось и скоро Саша вернется, но все же у меня есть последний шанс познакомить вас с новыми играми на краудфандинге. Правда, на этой неделе игры не совсем новые, в основном вернувшиеся. Кроме того, Юра сказал, что надо бы быть покороче, поэтому я сразу начну. Первая вернувшаяся на кикстартер игра дает ответ на вопрос, куда пропали некоторые исчезнувшие виды животных из далекого прошлого. Оказывается, они участвовали в гонках и явно слишком далеко убежали. Именно поэтому мы сегодня не имеем возможности наслаждаться видами динозавров и птиц Додо. Додо с Riding Dinos это веселая гонка, в которой, как понятно из названия, птицы Додо верхом на динозаврах соревнуются в быстроте и хитрости. Игроки будут играть карты с руки вскрытую и потом одновременно их вскрывать и выполнять действия на этих карточках. Некоторые карточки будут вас двигать вперед, другие вредить вашим конкурентам, а третьи можно использовать как реакции на действия других. Игра заявлена как юморная, чему собственно соответствует ее красочное веселое оформление. И вот игра вернулась на Kickstarter с дополнением Dodo Dash. Это дополнение самостоятельное, так что можно играть только в него, но конечно же полностью сочетается и с базовой игрой. В дополнение будут, само собой, разумеется, новые динозавры, поля для гонки, карточки действий, но будут и новые механики, включая бросание птичек Dodo и новый тип карточек, которые нельзя блокировать. Следующая игра, вернувшаяся на Kickstarter, это Draconis Invasion. По сути это стандартный колодострой с рынком. Вы начинаете игру с несколькими слабыми карточками, но постепенно покупаете новые, более сильные карты. И когда почувствуете себя готовыми и в руку придут нужные карты, вы идете и отбиваетесь от врагов-чудовищ, которые нападают на ваше королевство. В игре есть одна особенность, которую можно назвать оригинальной механикой. Более сильные боевые карты и заклинания, которые вы будете использовать против врагов, требуют не только средства на их начальную покупку, но и будет необходимо заплатить, чтобы их использовать в конкретной битве. То есть игроки должны не только собрать сильную армию, но и обеспечить ее деньгами. На Kickstarter также можно приобрести два дополнения, это Wrath и Glory. Дополнение Glory добавляет множество новых карт, а Wrath приносит в игру подобную Legacy-компанию с 12 конвертами, которые будут раскрываться в течение прохождения кампании истории. В конвертах находится более 400 новых карт, которые постепенно будут заходить в игру. Чтобы рассказать о всех оригинальных моментах в следующем возвращенце, мне нужно будет значительное количество времени. Поэтому я просто скажу, что Dead Reckoning — это игра-песочница про пиратов, промышляющих в море, полном разных островов. Основная фишка этой игры от издательства AEG — это их излюбленная механика создания карт. То есть ваши карты представляют собой прозрачные элементы, которые вставляются в такой же прозрачный кармашек-протектор, и вкладывая в этот кармашек несколько прозрачных карт, вы создаете полноценную карту с разнообразными эффектами и способностями. Вернулась эта игра, чтобы представить нам дополнение Letter of Mark, которое вводит в игру Королевство Империи Старого Света. Теперь вы будете выполнять их задания и поднимать свою репутацию в их глазах, чтобы, конечно, получить новые бонусы. Но будьте внимательны, если вы будете нападать на торговые суда этих стран, то это не только понизит вашу репутацию, но и может привести к назначению награды за вашу голову и сделать из вас лакомый кусочек для других игроков. Конечно же, самое вкусное я оставил почти на конец. На платформу Kickstarter во всей своей славе возвращается игра с самым большим оверпродакшеном в истории настольных игр. Это Foundation of Rome. В основании Рима вы выступите как землевладелец и планировщик города. Покупая землю и застраивая ее вместе с другими игроками, вы стараетесь так разместить свои здания, чтобы они приносили вам максимальный доход очков, денег и населения на основании их окружения. Это огромная и очень дорогая игра, полная пластиковых фигурок зданий в фэнтезийном околоримском стиле, но при этом по сути является очень простой и даже семейной игрой, если ваша семья может, конечно же, себе ее позволить. Кроме репринта игры, чтобы было что-то хоть для тех, кто уже купил игру, в компанию нам привезли новое дополнение «Дороги Рима». Дополнение добавит стимул игрокам строить здание поближе к краю поля, поближе к дорогам к провинциям. Если вам хочется посмотреть на игру в действии, пишите в комментариях, чтобы Юра вам ее показал. Как раз сейчас моя коробка стоит у него, и я дал добро, но он чего-то не спешит. Наверное, будет оправдываться премией. И закончу я игрой, которая выбивается немного из этой подборки, так как она на кикстартере впервые. Manic Mages — это простенький, непретенциозный и, можно сказать, карманный данжен-кроллер, в котором вам предстоит исследовать обширное подземелье в поиске новых сокровищ, экипировки и, конечно же, чудовищ. Цель игры — найти в лабиринте четыре главных комнаты и очистить их от монстров. Игра имеет минималистичное оформление, но все же выглядит довольно симпатично. На карточках есть текст, так что минимальное знание английского языка приветствуется. Обязательно. Соответственно, размеры игры и цена не особо большая — всего 34 доллара. Ну, вот такой блиц-обзор кикстартеров на этой неделе. Если вам было мало, кидайте помидоры в Юру. А на следующей неделе все, что я недорассказал, расскажет уже Саша вернувшийся и хорошенько отдохнувший. А от меня же хорошей вам недели, не болейте, веселитесь, играя в новые и старые любимые настолки и увидимся, когда увидимся раньше никак. Пока! Спасибо, Володь! Это было интересно, хорошие кикстартеры и отличное описание. Подольше, чем мое обычно, но тем не менее. А по хорошей традиции я хотел бы благодарить всех тех, кто поддерживает наш канал. В первую очередь наших бустеров, которые делают это регулярно. Ребята, большое вам спасибо! Ну, я надеюсь, что вы заметили, что в благодарность вам мы решили проводить еженедельный розыгрыш настольных игр. Эта безумная акция будет проходить как минимум до конца осени. Так что, если вам какие-то из этих игр интерес, не забывайте о комментариях на самом бусте. И мы переходим к новостям от наших. Лавка игр анонсировала выход детективной игры собственной разработки, которая называется «Безмолвный свидетель». В состав игры входят карты с текстом и изображениями, но играть вы в нее будете с голосовым помощником Алисой. В игре профессиональная озвучка, и сама Алиса будет отвечать вам на вопросы по делу, которые вы расследуете. Gaga Games открыла предзаказ на дуэльную настольную игру с Экигахара. Блочная система игры позволяет отыграть туман войны, так чтобы вы не знали, какие точно войска у оппонента где находятся. Игра предлагает воссоздать сражение при Сыкигахаре. При довольно простых правилах игра дает ощущение полноценного варгейма, которому ваши войска даже могут предать вас. Хобби World выпустит на русском языке очередную игру линейки Манчкин, и в этот раз это будет Манчкин Бэбис. Там вы будете играть за маленьких эльфиков, за маленьких хоббитов, ну, вернее, хоббитов еще более маленьких, чем обычно, и так далее. Издательство Evericus выпустило в продажу две игры серии Cartaventura. Это приключения с разделяющимся сюжетом на карточном движке. Подробность давать не буду, чтобы не спойлерить, но обратить внимание, она интересная. А еще у них в продажу поступила приключенческая игра про защиту замка с сюжетной составляющей, которая называется Altre. Посмотреть подробнее вы можете вот в этом обзоре. Ну, а новинки Магеллана и Хобби World, которые только поступят в продажу на этой неделе, уже можно посмотреть в записи вот этого стрима. И это все на сегодня, что я хотел рассказать. С вами был Юра, вы смотрели Гек Медиа. Всем пока!